доброе утро друзья нас ветер был сильный он и сейчас ветер смотрите какой у нас снегопад апельсинопад это несъедобные апельсины поэтому они никому не нужны работы сколько будет для уборщицы вот как вцепится в него какой-нибудь год вот тогда он поймет хотя и может так что там ко мне клиент пошли не ко мне пойду посмотрю у нас сегодня такая жара 25 показывает но машина стояла на солнышке хотя можно 25 знать но ведь как обычно в принципе в общем я там загрузила газ сейчас поеду газ куплю себе на работу меня горячая вода на работе от газа вот и надо надо купить у нас ездит тут развозят газ но по понедельникам а по понедельникам да я выходная сегодня кстати знаете думала работа будет не очень а очень даже очень хотела чарли окно открыть что-то не могу и поворачивать и а ты сестра приходила мужа тоже я ее подстригаю все надо туда-сюда обратно тебе мне приятно поболтали что даже знаете голос сел еще через маски эти приходится орать почему не открывается я не понимаю что-то заклинило так что чарли без окна а это это открывает задние почему-то не открывается ну ладно в общем такие планы поеду газ покупать кстати не надо сильно это ну типа машина чтоб дрыгала а там же у меня пустая бочонок мои мы сейчас едем вот так спуск будь там по багажнику меня болтаться туда-сюда бутылка поехали так друзьям ничего не снимаю потому что решает аню в общем не нужно хлеб испечь у меня хлеба уже закончился для тостов поэтому я тут делаю уже опару все дела перегрела еще я вчера сардины купила замороженные в лидоле в лидол ездили вот и сейчас я их жарю так а вы знаете когда жрать хочется то все бегом-бегом так и поэтому вот ой 37 ну ладно так ладно все о чем молоко не запах а я же знаете у танюши купила варенье хотелось мне же хочется попробовать в общем вот так кручу верчу жрать хочу как был у меня комментарий один почему я все время говорю жрать мне это мне не идет типа ну друзья я действительно жрать хочу я не кушать хочу я хочу жрать кушать это когда так где-то далеко где-то далеко где-то далеко а когда ты хочешь жрать то это вот как ты слово назовешь никак только таким словом так ладно опара у меня сейчас будет готовиться потом я замешу тесто а пока сардины наверное уже приготовились потому что я тоже и белье вывесила и все сейчас покажу вам вот сардинки а это овощи пошла я кушать всем приятного аппетита Таня на Новый год мне вот типа конфеты такие подарила они с каким-то алкоголем мы смеялись я короче две штуки там съела и потом я даже не обратила внимание что они там с алкоголем и такая говорю не с алкоголем и такая да я говорю я же на машине сейчас говорю наемся конфет напьюся и пойдут домой пьяные меня остановят и оштрафуют но так как сейчас я никуда не собралась на машине ехать то можно и тяпнуть кофейку вот с такими конфетками бананчики типа того какова красота смотрите 24 градуса чарли тебе нравится нравится чарли нравится и вот так хорошо идти вот у моря имеешь и даже ветра правда да не ну я дома открывала окта у меня шторки летали может быть от сквозника хорошо бы потому что этот ветер задолбал уже задолбал ты меня называла пенопласт какой-то смотрите мы тут а а моя собака там он боится сюда подходить и теперь вот так вот сидит и ждет нас ой не могу за серия тут море бушует ну как бушует нормальное море но он боится на этот причал вообще трусишка зайка серенький знаете сегодня сболтали с подружкой разговаривали разговаривали о том что там куда гулять куда пойдет как бы вас прилепить чтобы руках не держать и в общем как-то так договорились что я не поняла о чем мы договорились и как я почему-то подумала что мы договорились о том что мы когда-нибудь пойдем гулять но не сегодня и и вот я такая знаете спокойно я доделываю свой хлеб я там хлеб дожаривала как раз ему оставалось десять минут говорю вот и пойду и такая иду-иду гляжу подруга сидит его мы его рыдумал мы не договорились на сегодня ну ладно прогулялись хорошо а я знаете думал уже ладно пойду одна и поболтаю заодно с вами по дороге взяла с собой наушники а поболтать я хотела знаете на какую тему вот прочитала такой один комментарий о насилии в семье а вот и спрашивали если как бы насилие в семье в испании в общем мужья поднимают ли руки на женщин и вы знаете эта тема здесь очень как бы часто обсуждаема вот по телевизору то и дело говорят а об этом есть даже специальный телефон в общем как начнем как как бы это начать в общем в испании есть насилие в семье но это очень как бы знаете ярко оговаривается всегда об этом говорят никогда не молчат есть специальный номер вдруг кому-то нужен это 016 набираешь это все анонимно если вас кто-то там что-то на вас руку поднял вы звоните по этому номеру говорите что вот вас там обижают и с вами уже связи связываются службы даже есть какой-то знаете какие-то слова и конечно все это не вдавалось какие-то слова специальные например ты приходишь в аптеку говоришь это слово и уже продавец в аптеке знает что в вашей семье что-то творится не так и и пытается как-то вам помочь есть специальные организации вот которые тоже помогают анонимно то есть вы можете взять например детей пойти в эту организацию сказать что у вас вот такое происходит семье и они вас защитят также можно обратиться в полицию если вдруг что заявить в полицию полиция сразу приедет к вам домой сразу отреагирует вот и обычно не откладывают это в долгий ящик здесь обычно знаете что делают женщин остается жить в доме а мужчин обязывают не приближаться к этой к женщине на какое-то расстояние там 300 500 метров не знаю точно есть такие браслеты которые надевают на как это их называет на тех кто ну на мужей одевают браслеты и если ты приближаешься к женщине например на какое-то расстояние то эти браслеты начинают отдают сигнал в полицию что вот мужчина нарушает это и он также обязан содержать женщину с ребенком помогать им но не приближается там я не знаю какое время но а если уж совсем все серьезно то естественно его про отправляют в в тюрьму и он там сидит какое-то время у меня вот есть незнакомые но знакомы знакомых которые вот да живут с детьми в семье в доме а мужчина не может к ним приближаться на расстоянии и вот он им помогает и если допустим он нарушил это расстояние то его отправляют в тюрьму если женщине негде жить есть или там совсем все серьезно он их преследует там все такое вот то есть специальные монастыри есть есть специальные такие дома они в секрете находятся и там живут женщины с такими же женщинами и вот их там обеспечивают дают как-то направляют ну как это ну если маленькие дети то ты же не можешь не работать ты не можешь как бы себя обеспечивать и вот там в этом доме им помогают найти работу как-то знаете начать по-новому жить ведь там же работают также психологи вообще здесь психологи везде вы знаете я здесь поняла что если у тебя болит голова то нужно идти к одному врачу если у тебя там болит позвоночник нужно идти к другому врачу а если у тебя там какая-то депрессия или что-то у тебя то нужно тоже идти к врачу к психологу это тоже болезнь и тоже поможет тебе я кстати ходила лет 6-7 назад ходила думала что ну это отдельная тема думала что там проблемы какие-то у меня или еще что-то оказалось все это банально у меня выявили таким образом щитовидку гормоны играли и вот щитовидка, потом она ушла но это отдельная тема и если вам интересно то пишите в комментариях я вам расскажу а вот именно о насилии в семье да встречаются случаи но здесь никто об этом не молчит здесь постоянно по телевизору говорят что там этот совершил насилие над тем то есть это опубликуют это не замалчивают это такая тема деликатная но но также она ее не прячут не прячут где-то а вот я тебе говорю постоянно по телевизору какое-то упоминание о насилии в семье сразу внизу появляется телефон 016 и написано если у вас какие-то проблемы позвоните по этому телефону вам помогут вот так же мужчины тоже кстати бывает и наоборот мужчинам тоже можно обратиться по этому телефону и им тоже помогут потому что мы женщины тоже бываем с прибамбасами вот ну и знаете бывает по телевизору показывали там муж убил жену бывает очень много случаев вот и там или у кого-то крыша поехала особенно сейчас знаете крыша по-моему едет у каждого третьего вот так что ну я думаю что никогда вы знаете у меня когда бабушка была жила она мне всегда она мне говорила однажды вот у меня прям в голове это засело она если тебя кто-нибудь тронет пальцем ты мне скажи я говорит возьму палку и по горбу ему дам я говорит не для того тебя воспитывала чтобы там какой-то идиот там тебя руку поднимал и у меня настолько это в голове засело и я вот знаю что если я вообще не представляю как так что на меня кто-то какой-то там это может поднять руку и потом я еще его и прощу и вот мне кажется если на меня кто-то поднимет руку то я настолько его буду бояться то я что я уже не смог я вообще боюсь боли а если из меня кто-то стукнет ударит то я наверное так буду бояться что просто убегу куда-то и больше не вернусь в дом вот, я даже не представляю такую ситуацию, что кто-то в моем собственном доме мне может причинить боль вот, поэтому вот я не знаю, какие должны быть ситуации, что ну вот ты терпишь, ты вот я даже не могу себя поставить на это место, не могу себе это представить, как такое может быть и вот что, если девушек, у которых вот женщины, которые сталкиваются с этим, я не знаю если вы живете в Испании, то это просто берешь, как говорится детей или кого-то сама в ноги в руки и бежишь в полицию, там обязательно, обязательно 100% тебе помогут, даже не в полицию, я знаю, у нас в нашем городе есть специальные организации там, например, написано, что там помощь женщинам или вот звонишь по этому номеру и тебе сразу помогают, в общем, здесь не оставят тебя одну, обязательно помогут и и главное, что не не отпускать все это на самотек, чтобы вот а, ничего страшного, один раз, вы знаете, если один раз человек поднял на тебя руку, то он обязательно, обязательно поднимет и второй, и третий это, знаете, мне кажется, как вот преступники и они один раз тут преступили, сделали, совершили преступление и все, потом они наказания никакого не было и все, они думают, что они безнаказанные, они это будут совершать и второй, и третий раз до тех пор, пока их не возьмут, мне кажется, что вот насилие в семье это тоже самое, только может все это кончится плачевно, поэтому нельзя допустить, я вообще это считаю, что если человек на тебе поднял руку, то у него что-то с головой уже не все в порядке, то что-то там уже, что его надо просто лечить или, я не знаю, какие-то таблетки психотропные давать. Вот на эту такую тему деликатную я хотела вот вам рассказать, как в Испании с этим вот связано, так что здесь, говорю, никогда не оставят одну, всегда помогут и я просто знаю такие случаи, по телевизору об этом очень часто говорят, эта тема очень как бы затронута и всегда об этом очень часто рассматривают эту тему. Вообще в Испании же феминин, там все равноправие, да, в семье, и женщина не должна быть слабее, то есть и не должны почему-то бить там женщину или там вообще никого бить, ни собаку, ни кошку, никого. Насилием никогда ничего не допьешься, все, по мне вот всегда можно разговорами добиться всего, чего ты хочешь, разговаривая, но никак не лупя друг друга и вот так вот, как-то так. Надеюсь, вам было интересно и полезна такая информация, вот, поэтому у кого такое случается в семье, бегите, просите помощи и не надо с таким человеком оставаться, потому что это уже нифига не любовь, это, не знаю, как раньше, бьет, значит любит. Нет, нифига не любит. Я, мне кажется, любимому человеку никогда, на любимого человека никогда не поднимется рука, мне кажется, любимому человеку наоборот хочется делать приятно, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив, но никак, чтобы ему было больно и чтобы он страдал. Это уже не любовь, это какой-то уже сдвиг по фазе, как-то так. Пойду чай заварю. Смотрите, какой у нас закат опять, у нас так все нехорошо на улице, просто вообще, смотрите, какое там розовое, розовое небо. Кстати, утром оно такое же, только вот с этой стороны, ну, естественно, где сходит солнце, там и красота, луна. Погода вообще шикарная сегодня, лето. Сегодня у нас лето на улице, в прямом смысле этого слова. 24 градуса, вот сейчас у нас 21 градус. Время 7 часов. Люблю наблюдать, кто ходит и кто уходит. Какие точки. Ветер закончился. Я вчера вообще первый раз не включала, ну, не то, что, и этот, как, обогреватель я уже не включаю, наверное, неделю, да. А вчера я без носков спала, представляете. И мне было так классно, уже и не закрываю жалюзи, потому что я люблю с открытым жалюзи спать, просыпаться. Чтобы, знаете, просыпаться и чувствовать, что это день. Я не люблю просыпаться, когда жалюзи закрыты, не поймешь, то ли день, то ли ночь, что, где вообще ты находишься. Вот. И тут я такая просыпаюсь и смотрю вот на этот вид с утра. Представляете, как так классно. И сегодня утром было вот так вот все облачно, там облака плыли быстро-быстро-быстро. И, в общем, класс. Я вообще очень зависима от погоды, от природы. Вот. Такая мне нравится. Я не люблю зиму, не люблю холод. Мне вот сейчас напоминает, знаете, июнь, начало июня у нас в России, в нашей деревне. Мы вот так тоже сидели на лавочках, бабушки приходили, соседи. И вот они там о каких-то своих делах болтали. А я их подслушивала, уши грела. Они меня постоянно прогоняли. Ну как это так интересно, о чем говорят взрослые. А я там типа делала свои дела, а сама уши грела. И вот такая же погода была, свеженькая. У нас была лавочка, а за лавочкой цвел жасмин. И так пахло. А он зимой, он ночью распускался, и такой запах шел. Может мне где-нибудь здесь жасмин посадить. Но он, блин, улетит. А летом он вообще сгорит, потому что здесь такая стен жара, что здесь ничего не растет. Может быть мне на балконе его посадить, чтобы он пах. Хорошая идея, кстати. Слушайте, правда, у меня же там этот горшок освободился. Вот, видите, еще одна задумка. Я пока буду сейчас белье снимать, потому что влажность-то никуда не уходит. Заварила себе чай, но он уже нафиг остыл. Поэтому разогреваю, потому что я там пока посуду помыла. Я вчера себе опять купила форель. Вчера же ее и засолила. И сегодня вот уже порезала, вот так вот в маслечко положила. И теперь у меня опять форелька есть. В Лидере что-то была, гляжу, со скидкой там опять это 30%. Думаю, возьму кусочек. А очень удобный. Кстати, форель, она как бы мне не отличается от какой-то сенги или еще что-то. Ну, в общем, тоже вкусненькая рыбка. Вот, дешевая и сердито. Хлебушек мой красивый, только немного расшеребенился. Ну, ладно. Вот, и я приготовила себе апельсинку. Сейчас съем. А с вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого лучшего. Не забываем подписываться, ставить лайки. И всем пока-пока, до завтра.